МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После всех мероприятий уже в здании завода управления пройдет неочередное собрание акционеров Нижнекамска-Нефтехима. Сейчас там работает наша съемочная группа. Подробности в следующих выпусках новостей. В Нижнекамском суде состоялось очередное слушание по факту нанесения телесных повреждений, повлекших за собой смерть потерпевшего. Произошло это в начале года, по версии следствия, в результате ссоры на проезжей части в районе торгового центра БАРС молодой человек нанес пострадавшему несколько ударов руками и ногами. Уже на следующий день потерпевший скончался. Сейчас подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжение судебного заседания состоится 7 ноября. Полные подробности этого разбирательства в итоговом выпуске новостей в 18 часов 30 минут. В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом каждый Нижнекамец может пройти обследование в Центре здоровья, провериться на факторы риска и получить консультации специалистов. Пациентам снимут электрокардиограмму, возьмут кровь на сахар и холестерин. При необходимости врачи выпишут направление на более полное обследование. Центр здоровья расположен по адресу Меделеева 46, кабинет 113, здание поликлиники номер 1, телефон 47-58-26. Хоккеисты «Нефтехимика» сегодня проведут второй выездной матч. В Екатеринбурге нижнекамцы сыграют с командой «Автомобилист». Сейчас шоферы занимают предпоследнюю строчку Восточной конференции в активе соперников 17 очков после 20 матчей. Синий-белый расположились строчкой выше, у нас 19 очков. Для екатеринбургцев это первый домашний матч. До этого «Авто» играл на выезде и в последних двух встречах потерпел поражение от столичного ЦСКА и Нижегородского «Торпеда». Напомню, «Нефтехимик» в последних двух матчах одержал победы сначала над Загребским «Медвежчиком», а потом над Уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи в 17 часов. Пасмурную, но не холодную погоду обещают сегодня синоптики. Температура 3 градуса со знаком «плюс», ветер юго-западный 5 метров в секунду. Ну а кто живет без газа уже более трех лет, какого имущества лишился должник и серьезный ДТП с пострадавшими. Все это и не только. Уже через пару часов оставайтесь с нами и будете в курсе всего, что происходит в городе. Также следите за новостями на радио ДФМ Нижнекамск и на сайте НТРТВ.ру. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok